Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Российским пенсионерам рассказали о новом повышении пенсии, которое произойдет уже в этом году. Прибавку в этот раз смогут получить как неработающие граждане, так и те, кто официально трудоустроен. А показатель индексации будет выше, чем у других категорий пожилых. Новое увеличение пенсий уже прописано в федеральном бюджете. Соответствующий законопроект ранее утвердили депутаты Госдумы во всех трех чтениях. А на эти цели планируется потратить в этом году более 1 триллиона рублей. Рассчитывать на повышение выплат смогут те, кто получает военные пенсии и выплаты, которые к ним приравнены. Это не только бывшие военнослужащие, но и те, кто отслужил в полиции, ФСБ, службе исполнения наказаний или в отделе по борьбе с наркотиками. Также пенсии за выслугу лет будут увеличены для бывших сотрудников МЧС, прокуратуры, Следственного комитета и других ведомств. Особенностью грядущей индексации является тот факт, что прибавку получат все пенсионеры вне зависимости от их занятости. Ведь военные пенсии индексируются как неработающим, так и работающим гражданам. С 1 октября этого года такие пенсии вырастут на 5,5%. Также планируется повышение денежного довольствия граждан, за счет чего будет еще прибавка. В общей сложности индексация составит 10,5%. Ставьте лайк и напишите, нужна ли сейчас всем пенсионерам дополнительная индексация пенсий, а также какого размера, по-вашему, должны быть пенсии для комфортной жизни пенсионеров.